Приветствую на втором эпизоде урока по созданию материала красного кирпича. Перед тем как перейти к работе над Base Color и Roughness, я занимаюсь балансировкой материала. В принципе балансировка это обыденный процесс при создании материала, особенно когда все базовые ноды уже созданы, а оптимальные значения еще не найдены. В моем случае никаких новых нод я не добавлял, только изменил параметры уже существующих. Вот таким образом выгрейте материал после балансировки, а вот так до. Продолжим работу над материалом, начав создавать Base Color, потом мы перейдем к Craftness. Для этого я буду использовать референсы, которые я нашел в интернете. Вы их сможете скачать в описании к этому видео, либо найти свои и использовать их. Для начала я создам ноду Uniform Color в количестве двух штук, соединю их блендом, выберу случайный цвет на нашей текстуре, на нашем референсе. Какой вам больше понравится, вы такой выбирайте. Нам понадобится маска, для этого мы создадим из ноды Flat Fill to Random Grayscale точку соединения через портал. Назовем ее как-то, примерно так, и создадим здесь точку подключения. Подключаем и выбираем. Такая получается у нас основа для цвета. Мы добавим еще больше разнообразия цветов. Для этого мы создадим еще один бленд вместе с еще одним Uniform Color. Выберем еще один, но любой цвет на наших референсах. И подключаем. И вот раз мы используем, к примеру, еще раз наш Flat Fill. Для этого мы создадим Histogram Select. Подключаем его. Увеличиваем контраст. Меняем Position, как вам больше нравится. И добавляем в виде маски. И вот уже у нас новые цвета появились на нашем Base Color. Под настроим их, используя, возможно, разные режимы наложения. Например, как-то так. Макс Лайден, думаю, подойдет. Дальше добавим еще один бленд с еще одним Uniform Color. Точно так же еще один Histogram Select создадим. С максимальным контрастом и случайной позицией. Мы добавим это в нашу маску. Также попробуем разные режимы наложения. Например, вот так мне нравится. Дальше добавим еще один бленд. И добавим еще один Uniform Color. Выберем еще один цвет. Подключаем. И создаем еще один Histogram Select вместе со случайной позицией. Подключаем к нашему бленду. И используем разные режимы наложения. Ну, как-то так. Дальше мы создадим уже текстуру шума поверх нашего основного цвета. Для этого мы создадим еще один бленд. Додвинем его. И, к примеру, используя Shum Clouds 1 вместе с уровнями. Уровни мы поднастроим. Сделаем их чуть-чуть более контрастными. Я создам ноду Gradient Map. Открою наш Graph Editor. Возьму наши референсы. Пододвину какую-нибудь. И проведу линию, чтобы получить градиент. Но эта текстура в слишком низком разрешении. Она нам не подходит. Попробуем, к примеру, эту. Уже выглядит лучше. И вот так выглядит примерно процесс создания Base Color для наших материалов. Попробуем, к примеру, вот такую текстуру. И дальше все это подключаем к нашему бленду. Используя, к примеру, еще один Histogram Select. Случайной позицией можно увеличить. Range ему. И попробовать разные режимы наложения. К примеру, мне нравится Multiply, как выглядит. Вы настроите ему Opacity, чтобы он не был таким кислотно-красным. И продолжим работу. Дальше мы судим еще один бленд вместе с Clouds 3. И точно так же, используя Gradient Map, мы дадим ей цвет этой текстуре. Шума, к примеру, использую наш инструмент Pig Radiant на этом кирпиче. И найду какой-нибудь цвет, который нас устроит. Думаю, так вот, выбор цветов может быть затрудненным процессом. И занимать очень много времени. И я подключаю к нашему бленду. И дальше, к примеру, используя точно так же Histogram Select. Меняю ему позицию. И, к примеру, используя Blend вместе с нашими Clouds 3. Я использую режим наложения Multiply под настрою. И использую это в качестве маски. И настрою, к примеру, здесь Opacity и разные режимы наложения. К примеру, как-то так. Дальше. Добавим еще один Blend. И добавим в этот раз, к примеру, BNW Spots 1 вместе с Gradient Map. Точно так же найдем какой-нибудь кирпичик, который нам нравится больше всего по цвету. Возьмем, войдем в Gradient Editor. Выберем Gradient. Примерно такой. Дальше все это добавим в Blend. Создадим похожую маску. Но уже с другим позиционом у Histogram Select. Добавим в наш Blend. Настроим его. И подключим в виде маски. И настроим наш Blend основной. Используя разные режимы наложения. К примеру, Multiply мне нравится больше всего. И настроим, чтобы получить разные цвета. Дальше. Добавим еще один Blend. И, к примеру, используя Grunge Map 001. Настроим его. Увеличим контраст. Уменьшим Balance. И добавим еще один Gradient Map. И уже в этот раз, используя какой-нибудь светлый кирпичик, мы зайдем в Gradient Editor. Найдем примерно такой. И возьмем с него наш цвет. Мне этот кирпич не очень нравится. Поищем еще какой-нибудь другой светлый. К примеру, здесь может нам подойти. Или вот здесь. К примеру, удалим этот цвет. Удалим. Мне не нравится этот градиент. Пробуем другой. Вот таким вот образом выглядит поиск цвета. Пока вы не найдете тот, который вам нравится больше всего. Дальше ищем. Если у вас, например, как в моем случае, не получается найти какой-то цвет, который вам бы подходил, то вы можете использовать, к примеру, ноду HSL, которую я сейчас вам покажу. Примерно что-то такое мне нужно было. Дальше. Мы добавим это все в Blend. И снова используя Histogram Select и наш Blend. Мы добавим эту текстуру в случайные кирпичи. Настроим. Используем в виде маски. Multiply в этом случае мне не подходит. Использую, например, режим наложения копий с небольшим opacity. Потому что я хочу создать такие яркие белые пятна на этих кирпичах. Между GrangeMap 01 и GradientMap создам Transform 2D. И уменьшу размеры нашего шума в два раза. Чтобы шум на кирпичах был более детализирован. Дальше я создам еще один Blend. И вместе с GrangeMap 01 я создам GradientMap. И дам ей тоже цвет. Какой-нибудь темно-бордовый. Примерно как-то так. Дальше. Я все это подключу к нашему Blend. И точно так же скопирую наш Histogram Select вместе с Blend. Поменяю кирпичики. Подключу это в наш Blend. Настрою нашу маску. И подключу к нашему Blend. Точно так же я попробую разные режимы наложения. Multiply мне нравится больше всего. И пониже опасити у нашего Бланда. Дальше я добавлю еще один Blend. Добавлю GrangeMap 006. Настрою. Уменьшу баланс. Попробую разные контрасты. К примеру, так мне нравится больше всего. И чтобы избавиться от пустоты снизу нашего шума. Я создам Blend. Подключу наш шум в оба слота. И в первом я создам Transform 2D. И пододвину вниз наш шум. И отключу ему Tiling. Здесь используя режим наложения Max Lighten. Я соединю два наших шума. И поднастрою их еще чуть-чуть. Как-то так. Дальше я добавлю Gradient Map. Какой-нибудь темно-коричневый цвет я найду на нашем референсе. Мне нравится резкий обрез на этой текстуре. Поэтому я ее отзеркалю по горизонтали. И так ее оставлю. И добавлю в наш Blend. И используя маску от нашего Бланда. Соединю с нашим основным Блэндом. И использую разные режимы наложения. Чтобы найти самый подходящий для нас. Чтобы создать такие подтеки на наших кирпичах. Мне нравится как-то выглядит. Так что продолжим работу дальше. Над нашим светом. Создадим еще один Блэнд. Используя FractalSum2 вместе с уровнями. Добавим Блюр. Уменьшим этому Блюр Интенсити. И создадим еще один Gradient Map. И дадим свет этому Gradient Map. К примеру, используя ноду HSL. Мы настроим наш цвет. Совсем слегка. Потянув ползунки. Мы получим другой оттенок нашего цвета. И подключим к нашему Бланду. И используя как маску наш Блюр. И вставим как есть. Дальше. Добавим еще один Блэнд. Используя Clouds1 и Gradient Map. Мы используем Graph Editor. Для нужный кирпичик мы добавим текстуру. Удалим слишком темный цвет в нашем Градиенте. И подключим к нашему Бланду. Для маски мы будем использовать уже созданные нами текстуры. Для этого мы используем наш Блэнд. Создадим из него другой Блэнд. И вместе соединим с нашей маской. Которая у нас подключена. Используя режим наложения Multiply. Мы подключим наш Блэнд. И у нас получится цвет наших трещин. Поднастроим его чуть-чуть. И дальше создадим еще один Блэнд. И здесь мы создадим цвет нашего Бетона. Для этого мы используем к примеру. Fractal Sun Base. Дадим ему Gradient Map. И проведем уже на нашем Бетоне. Который у нас есть на референсах. Чтобы получить с него цвета. Подключим его к нашему Блэнду. И используя маску. Нашу инвертированную маску. Мы подключаем. Создаем Invert Grayscale. И пристыкуем. И у нас получается такая текстура. Но мне не нравится эта маска. Поэтому мы используем другую. К примеру можно попробовать эту маску. Да, так определенно выглядит лучше. И у нас получается такая текстура цвета. И мы ее подключим в наш Base Color. Дальше мы продолжим работу над созданием Roughness карты. Но перед этим нам нужно будет решить проблему с тайлингом. Которая у нас появилась. Как видно здесь на границе. У нас есть жесткий шов. Чтобы его починить. Мы должны вернуться в наш Transform2D. Поменять Тайлинг Мод на Relative to Input. И соответственно это починит наш тайлинг. И уберет этот шов. И никаких проблем у нас больше не должно быть. И дальше мы продолжим работу над Roughness карты. Для этого мы используя наш цвет. К примеру вот этот. Создадим ноду Grayscale Conversion. И будем использовать это как основу для нашего Roughness. Сделаем его чуть ярче используя уровни. Дальше добавим Blend. Используя разные карты шумов. Мы дадим уникальную шероховатость нашей поверхности. К примеру используя GrangeMap 003. Включаем наш Blend. Используя разные режимы наложения. Мы найдем тот который нам подходит. Добавим еще один Blend. Используя к примеру Clouds 2. Подключаем. Можем увеличить Scale наших Clouds. Используя разные режимы наложения. Дальше добавим еще один Blend. Этот раз используя как маску наш Blend с трещинами. Сделаем им другую шероховатость. Используя к примеру BNW Spots 1. Настроим их. Увеличиваем Scale. Включаем наш Blend. И пробуем разные режимы наложения. Это так. Дальше. Добавляем еще один Blend. Подключаем сюда наш Fractal Sum. Используя как маску наш Divert Grayscale. Настроим Opacity. Попробуем разные режимы наложения. Мне нравится больше всего. Дальше добавим еще один Blend. Включим наш Directional Warp к нему. Пробуем снова разные режимы наложения. Используя снова маску. Зажав Ctrl мы ее подключаем к нашему Blend. У нас получается такая Roughness карта. Мы ее подключим нашему Output. Дадим рамку нашей Roughness. Назовем это Roughness. Доберем примерно как красный цвет. И дальше мы займемся оптимизацией нашего графика. Потому что у нас есть некоторые ноды, которые дублируются. И которые можно переиспользовать. Чтобы время нашего рендера, которое отмечается здесь. Каждой нодой было как можно меньше. Это нужно для того, чтобы, к примеру, при работе. С этим материалом у вас быстрее отображались изменения. А также этот материал можно будет, к примеру, экспортировать. И использовать в других нодах. В других графах. И таким образом у вас точно так же будет скорость рендера последующих графов. Гораздо быстрее. Что сделает работу гораздо удобнее. Для этого мы оптимизируем наш график. И сейчас мы этим займемся. Вот я и нашел все ноды, которые у нас дублируются. И сейчас я буду их заменять. К примеру, есть случаи, где у нас есть два одинаковых Clouds 2. Которые полностью идентичны. И чтобы не тратить на рендер по 5 миллисекунд на каждую ноду. Я, к примеру, создам. Точку подключения. Дам ей название Clouds 2. И буду использовать этот Clouds, этот шум, во всех нодах, где используется Clouds. Создам точку подключения. Выберу наш шум. Добавлю сюда, сюда и сюда. А этот шум удалю. В итоге у нас ничего не меняется в плане качества картинки. Но при этом у нас сильно уменьшается время рендера. И так я сделаю с каждой нодой, которая у нас здесь есть. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... После процесса оптимизации у меня получился вот такой вот граф. Полностью настроенный, оптимизированный. Дальше нам остается только заэкспортировать наши текстуры, которые мы создали. Которые мы подсоединили специально для этого в наши Outputs. И все посмотреть, как это выглядит в Marmoset. Для этого мы нажмем правой кнопкой мыши. Export Outputs as Bitmaps. К примеру, оставим наш формат в виде PNG. И выберем наш путь назначения. И нажмем Export Outputs. И закроем. И дальше перейдем в Marmoset. Вот мы и в Marmoset. Мы сейчас находимся в сцене, которая будет идти бонусом к этому уроку. Эта сцена уже настроена для вашего портфолио. Здесь есть, например, модель со сферой. Также модель с цилиндром. И разные настроенные камеры под эти объекты. В нашем случае мы будем использовать сферу. И настроим наш материал. Для этого мы добавим наши карты, которые у нас уже созданы. Наш Base Color. Наш Normal. Roughness. Metallic нам не понадобится. Нам понадобится Occlusion. И Displacement. Для того, чтобы наш Displacement правильно работал, нам нужно в настройках сферы указать Subdivision Level 5 как минимум или выше. В нашем случае 5 нам подойдет. И увеличим тайлинг этой текстуры, думаю, до 3. И уменьшим Scale Displacement. И в итоге у нас получилась вот такая вот текстура кирпича. Мне она нравится. Но здесь остается только чуть-чуть поиграться с балансом. Настроить наш Roughness. Потому что здесь он слегка неестественно выглядит. И наш материал будет готов. Сейчас мы этим и займемся. Вот мы снова и в Substance Designer. Нам остается только настроить наш Roughness. И наш материал будет готов. Потому что сейчас Roughness у нас выглядит у этого кирпича слишком неестественно. Для этого мы, к примеру, попробуем еще настроить уровни. Проводить разные режимы. И чуть увеличить Opacity. И в итоге наша текстура выглядит вот так. Мы можем включить Ray Tracing, чтобы еще более улучшить качество картинки. И вот так вот выглядит наша финальная текстура. Надеюсь, вам понравился этот урок. Оставляйте фидбэк в комментариях. И увидимся в следующих выпусках. Продолжение следует...